Численность клещей в Алтайском крае существенно возрастет, пишут аргументы и факты на Алтае. В прошлом году эндемичных районов было 58, теперь безопасных по клещевому энцефалиту территорий в крае не осталось. По словам главного санитарного врача региона Ирины Пащенко, виной всему теплая зима, почва просто не успела промерзнуть. Первые клещи могут появиться уже в середине марта, их активность начнется в третьей декаде апреля. Разработку бийских инженеров будут использовать в космических миссиях. Прибор, над которым сегодня работают на базе Бийского технологического института, попросили создать коллеги из Китая. Применять его будут не на земле. До места работы прибору предстоит преодолеть почти 400 тысяч километров, а затем взять образцы лунного грунта и проверить, есть ли на Луне вода. У лаборатории кафедры методов и средств измерения автоматизации бийского политеха 25-летний опыт практики в области ультразвука. Поэтому и обратились китайские исследователи за помощью к нашим ученым. Как создавали уникальный прибор, читайте на страницах бийского рабочего. Корреспонденты портала ТОЛК описывают новые способы попрошайничества с помощью детей. Многие барнаульцы обратили внимание на то, что на парковках у торговых центров краевой столицы к посетителям стали подходить, например, девочка с отцом или подростки. Они рассказывают истории о том, что их машина сломана и просят помочь деньгами, чтобы уехать из города. При этом люди прилично одеты, и у прохожих не возникает сомнений, что это мошенники, если бы они не встречались в одних и тех же местах и за дня в день. В Барнауле снесли старинный небоскреб – производственный корпус Барнаульского маслобойного завода. Старинное здание из кирпича было построено еще в годы Первой мировой войны, сообщает комсомольская правда на Алтае. К 1917 году в Барнауле находилось порядка пяти зданий, включая этот корпус, с высотностью в пять этажей. Для того времени это были настоящие небоскребы. Корпус был виден людям, приезжающим с вокзала или идущим через железную дорогу по мосту. На протяжении многих лет здание являлось символом предприятия. К сожалению, оно не было внесено в реестр исторических памятников, поэтому помешать сносу было невозможно, говорят барнаульские историки.